всем привет привет доброе утро добрый день сегодня у нас воскресенье и как всегда где я нахожусь папа папа в аптеке купила еще один препарат вернее этот препарат я уже покупала отнесла папе но медсестры не как сказать никому нет на лекарствах заливают прям по несколько капель говорит хотя написано что по 1 2 капли нужно использовать безобразие какое-то на самом деле но сейчас некоторые скажут вот опять хает россию напомню сегодня седьмой день как папа лежит больнице и я уже пять или шесть лекарств каждый день по одному лекарству вожу вплоть до перекиси водорода представляете ой дай бог завтра его он выпишется так долго сейчас не держит больницах из-за к вида сегодня первая ночь что он хорошо спал говорит сегодня первая ночь была что он бы не болело у него ничего вот и надеюсь завтра он выпишется надо будет его забрать и тогда в уху я поеду во вторник потому что так я не смогла снять старые номера пыталась и пыталась и вот этим средством vd-40 не получается вот мы 2 2 дня провели у сестры моей сейчас османчика и отвезла к бабушке и поехала к папе в больницу вот сегодня нужно будет убраться я все никак не могу дойти до мытья полов вот ну новости у нас пока нет распечатала все бумаги которые мне нужны для поездки в уфу а также для миграционной службы завтра мне нужно поехать миграционную службу отнести уведомление заполненное еле-еле нашла это уведомление в интернете вот и нужно будет завтра еще оплатить госпошлины за постель ну что поехали наше путешествие в россии продолжается а мне давай а ты барабан давай случае а давай а ля 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 ля, не побывайте ладушки хлопаем ладоши всем привет еще раз вот османчик уснул а я решила записать для вас дополнительно видео задаете много вопросов я не успеваю отвечать поэтому решила снять сегодня ответить на пару вопросов сзади вот такая у нас бубль отека спросите кто там давайте покажу сразу ты моя мама молодости это моя сестра сестра это моя сестренка так а мои фотографии где-то внизу осталось это шамилька мой старший сыночек я вот вышивала крестиком фотографию его еще спущусь ниже покажу фотографию родители тоже вышивала вот такая картина крестиком отсвечивает стеклом покрылые 6 месяцев работы где-то размеры 60 на 40 наверно сантиметров хочется продолжить сшивать не здесь милки пошли шамилька это мой племянник это мне племянница османа здесь не хватает и меня это будет поднять графе повесить вот спрашивать почему я продаю машину я по первых объяснял уже что цена будет падать когда будет расти я думаю что мы опять уедем и может быть через год только приедем она и так простояла 8 месяцев никто на ней не ездил периодически шамиль приезжал ездил платить за нее страховку за целый год и платить налог это обходится нам порядка 15 тысяч в год просто содержать ее не вижу смысла что я буду делать с деньгами не знаю положено и на банк под проценты я узнавала в турции проценты 18-19 17 18 процентов годовых зависимости как вы оформить если сами через онлайн-банк 18 процентов годовых неплохие проценты вот если получится продать надо будет ее помыть после уфы сфотографировать и выставить на авито хотя знакомые звонят интересуются просто уж подождать кто хочет машин все продать и потом уже купить мы посмотрим как получится что касается машины хорошо что я не продала до того как уехала в турцию потому что в декабре двадцатого года машина стоила допустим 10 рублей а сейчас после нового года цены очень сильно подскочили и сейчас машину уже могу продать за 15 то есть на 50 процентов подскочили подскочила цена на транспорт именно был у транспорт вот мне это на руку то есть машины я продаю дороже нежели рассчитывал еще прошлом году продать не вот такие у нас визит вот такой визе на же я не выполнил свои обещания не показала что же я подарила на юбилей своей сестре кузине рассказываю я купила постельный комплект то бишь турция славится у нас текстиль я думаю что это был самый замечательный подарок который я могла бы преподнести так как это был юбилей и так как я знаю что меня сестра купила квартиру но она еще не заселилась то есть это будет еще и праздник новоселья я решила объединить полезное с приятным и купил ей текстиль я купила постельный комплект в спальной кровати с покрывал то есть наборе еще и покрывал что очень удобно производство сара андерсон я посмотрел сравнила цены если бы я покупал здесь в россии она стоила мне шесть тысяч рублей сумма колеблется поможет какие-то скидки могли бы дать на 10-15 процентов магазин и посмотрела я в турции как раз была акция на эти постельные комплекты и получается там я урвала их за три раза дешевле чем в россии поэтому я думаю что сестре понравился подарок она его открыла посмотрела он будет полезный я как-то покупала себе постельный комплект 2000 не ошибиться бы седьмом восьмом году вот я пользовалась около десяти лет то есть они очень такие носки десять лет стирала одевала понятно что я не пользовался одним постельным комплектом но хочу сказать что это долгоиграющий материал вот турецкое качество но очень хорошие вот еще вы спрашивали ну каково мне тут хорошо ли поет ли у меня душа в россии честно признаюсь я как-то думал что мне будет ёкать и какая-то боль переживания чтобы остаться здесь в россии нет я ничего такого не чувствую я я наоборот можно сказать жду когда я быстрее сделал все документы и вернусь в турцию на самом деле мне хочется вернуться в турцию но еще наверно тот факт что у вас мальчик не очень хорошо себя чувствует здесь по ночам и часа на пять лет спать храпит похрапывает то есть не дышит не дышит хорошо поэтому думаю что приедет турцию все наладится а еще я не встретил со своими друзьями как кто-то меня спрашивал покажу ли я юлию в кадре обязательно покажу обязательно сходим к не гости дело в том что она заболела заболела этой пятой видом но сейчас уже состояние улучшилось слава богу все прошло не в тяжелой форме вот занятую очень переживала юля привет вы здоровы поскорее чтобы мы могли на днях уже с тобой встретиться вот обязательно сниму сюжет наши встречи наши болталки какой-нибудь на какую-нибудь тему вот списки у меня еще несколько друзей и знакомых которые ждут ждут звонка и встречи я вот никак не успеваю будни не побегать не по документам выходные дни моего два дня были у сестры чтобы бабушка отдохнула немножко от нас от шума детского крика вот ну на следующей неделе скажу завтра 5 5 дня вторник это уфа четверг мы нами встретимся с юлией среду прошу прощения в среду а в четверг я наверно поеду еще одной подруге а выходные дни у нас пригласила еще одна моя подруга вот в общем много с кем можно встретиться надеюсь я успею навестить так как нам нужно будет в конце сентября уже ехать потому что начале октября подойдет срок опять оплаты арендные платы за квартиру в турции я бы не хотела подводить вот сентябрь мы оплатили пораньше по поводу заставки я сама уже давно давно хочу изменить заставку нашему к нашим сюжетом как вы видите мне просто нет времени физически соорудить сообразить что поставить на заставке подскажите какую заставку лучше сделать что она должна содержать вот мне тоже потому что надоело это заставка будем работать наверное по приезду домой турцию я займусь этим вопросом еще вы обиделись что я не показала себя в наряде на юбилей единственная фотография где сама себя успела сфотографировать в полный рост сожалению мнение фотографии есть групповая фотография но я не вправе поставлять ее без согласия не участников вот есть фотография где я сама себя сняла с цветами черном платье вот ответил на ваши вопросы которые я вспомнила по-хорошему надо было бы меня наверно выписать вопросы все но я не успеваю на самом деле сегодня я распечатала кучу кучу документов чтобы завтра уже с готовыми документы все быстро решить вот какие у нас дела все дорогие друзья пойду смотреть нас мальчик как он там спит все всем желаю здоровья всем